Всем привет! Сегодня будем делать вот такую анимацию. Я добавил в нее немного предновогоднего настроения. Но вы можете добавить какие-то другие свои объекты или сцены. Основным объектом будет дефолтный куб. Да, иногда он тоже бывает нужен. Продублируем его. На один из кубов назначим модификатор в Airframe. Отрегулируем толщину сетки. Добавим цилиндр. Увеличим его. Перейдем в Edit Mode. Выберем и удалим один из полигонов. Выберем все ребра на другом торце. С помощью инструмента Bevel сделаем закругление. Выровняем объекты и их размеры. Вскроем цилиндр. Выставим камеру. Добавим сцену в пустышку. Выделим камеру и через Shift выделим пустышку. Жмем Ctrl-P, Object. Ставим ключ на вращение для пустышки в первом кадре. Идем в 240 кадр. Жмем R, Z, 180. И ставим второй ключ. Теперь за 240 кадров пустышка вместе с ней и камера сделает пол оборота вокруг куба. Идем во вкладку Animation. В Graph Editor жмем T и выбираем линейную интерполяцию. Теперь камера вращается равномерно, без ускорения и замедления. Делаем снова видимый цилиндр. Сделаем так, чтобы камера была внутри цилиндра. Добавим освещение. Это будет светильник типа солнца и тип Spot. Солнца мы просто поднимем выше, а Spot переместим на место камеры и выровняем его, чтобы он был направлен на куб. Далее через Shift выбираем камеру, жмем Ctrl-P, Object. Теперь свет двигается вместе с камерой. Настроим силу света и материалы для объектов. Для решетки сделаем простой металлический материал. Для куба внутри решетки применим интересный материал Holdout. Он выдает на рендере прозрачную текстуру с альфа каналом. Если мы в видеоредакторе что-то подложим под этот слой, то мы будем видеть это что-то в тех местах, где был материал Holdout. Далее настроим материал цилиндра. Здесь я тоже не стал заморачиваться. Теперь поставим все эти нужные галочки в настройках рендера и подвигаем настройки Bloom. Делаем рендер куба. Нам нужно только 120 кадров. Когда мы расположим эти кадры один за другим в видеоредакторе, получится непрерывное движение. Сохраним эту сцену. Далее удалим цилиндр и решетку. Выделяем куб. Идем в Edit Mode и удаляем одну сторону. Добавляем модификатор Solidify. Настроим толщину. Идем в Object Mode. Применим модификатор. Добавим к кубу материал. Идем в Edit Mode. Убираем все грани внутри и жмем применить материал. Идем в Object Mode. Настроим материал. Теперь поместим внутрь куба любой объект. Я нашел в магазине Dust Studio те модели, которые вы увидели на окончательном рендере. Они платные, поэтому я не смогу их выложить в свободный доступ. Я выложу сцену с кубом и вы сами заполните ее объектами по своему вкусу. Если кто не знает что такое Dust Studio, то посмотрите одно из моих прошлых видео. Изменим длину анимации. Теперь нам нужно 240 кадров. Делаем рендер. После окончания сохраняем сцену. Удаляем объект из куба и добавляем новый. Так повторяем еще три раза. После рендера всех четырех объектов собираем сцену в видеоредакторе. Сначала ставим стрипы с фоном один за другим. Низу его добавляем стрипы с рендером объектов. Все готово. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться или оставить комментарий. Или сделайте все сразу. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok